Храм во имя Покрова Божией Матери и село рядом с ним построил дьяк разрядного приказа, Михаил Филатевич Данилов. В архивных документах за 1629 год упоминается новоприбылая церковь Покров Пресвятой Богородицы, да в пределах чудо-архистратега Михаила, да Алексея Чудотворца. Вот уже скоро будет 400 лет, как освящает эту землю Святой Православный Крест. По церкви и село Подъелки назвали Покровским. В 1664 году село купил боярин Родион Матвеевич Стрешнев. С тех пор Стрешневы владели усадьбой в течение 250 лет. По фамилии владельцев село стало называться Покровским Стрешневым. В 1812 году храм был осквернен французами. В нем европейские варвары устроили конюшню. После изгнания супостатов церковь быстро привели в порядок и вновь осветили. В 19 веке при Елизавете Петровне Стрешневой в селе были построены комфортабельные дачи, в которых отдыхали богатые москвичи. Маленький старинный храм к середине века уже не вмещал всех богомольцев и потребовалась его очередная перестройка. Храм изменялся многократно. Он был маленьким храмом с одним пределом. Был храмом о трех пределах Центральной Покрова, святителя Алексия и архистратига Михаила. Потом был снова однопредельным. Потом был расстроенным вширь и надстроенным, и с прибавленной колокольней, потому что изначально колокола стояли на деревянных опорах, висели на деревянных опорах. В 1896 году, согласно проекту, разработанному архитектором Кайзером, старая трапезная была практически полностью разобрана. Были построены два новых предела – святителя Николая Чудотворца и святых апостолов Петра и Павла. Все работы по перестройке финансировал купец Первой гильдии, чей торговец Петр Петрович Боткин, родной брат знаменитого врача Сергея Петровича Боткина, снимавший дачу в Покровском. К 1930 году храм был закрыт. Разные источники указывают разное время, но в любом случае закрытие храма – это 1930-1932 годы. Известно, что последний священник, который служил в этом храме до его закрытия, священник Петр Вележев долгое время провел в тюремном заключении. После Великой Отечественной войны в храме разместилась топливная лаборатория НИИ гражданской авиации. Верхний ярус колокольни разобрали, главу храма снесли, внутреннее убранство уничтожили. Храм передан Русской Православной Церкви в 1992 году, и здесь действительно начались очень широкие работы, потому что храм представлял из себя к этому времени абсолютно разрушенный, и ничего нового этим не скажу, и оригинального, потому что такая судьба была у многих храмов. Разрушенный, лишенный каких-либо признаков культового служения просто был большой сарай. Было восстановлено практически все, то есть планировка, старые утраченные элементы, алтарное помещение уникальное само по себе, потому что храм как был вот так четвериком, так и остался, у него нет апсиды, и тогда не было и по сей день, то есть вот этого алтарного выступа на восток, там просто плоская стена с окнами. Если говорить о живописи, вот о иконах, которые сейчас наполняют весь храм, стены храма, которыми расписан храм, то, конечно, она была восстановлена вся. Восстанавливалась неоднократно, пробовался ни один стиль, ни одно цветовое решение, наверное, вот оно сейчас, то, в котором пребывает храм, лучшее. Пол, утварь, стены – ведь не было ничего. И слава Богу, что в храме появились многие святыни трудами тех, кто его изначально восстанавливал, и тех, кто, наверное, так желал его восстановления, что жертвовал, наверное, самые дорогие сердцу вещи. Когда храм был воссоздан, восстановлен, он восстанавливается и сейчас. Все собиралось по крупицам. Какие-то домашние святыни и реликвии, какие-то храмы делились тем, что имеют сами. Но, конечно, очень большую роль в созидании храма играют сами прихожане, потому что их вклад, их сердечная помощь и руки, порой, которые прилагаются даже просто к уборке храма, это большая помощь для нас. Потому что пока нам трудно, храм требует очень большого внимания и капитального ремонта. И прихрамовые строения тоже требуют внимания. Но главное – это церковное благолепие, которое должно поддерживаться, должно приумножаться. И, конечно, многие предметы и культовые предметы, которые находятся в храме, и многие образа и иконы, они пожертвованы прихожанами. Икона Федоровской, Божией Матери, которую мы можем увидеть, войдя в храм, она находится по левую руку. Она пребывает в храме всего лишь год. Люди принесли этот образ, потому что хотели видеть его в стенах храма. Принесли и попросили нас его разместить. Он нашел свое место и, конечно, почитается прихожанами, к нему приходят поклоняться. Была также пожертвована и восстановлена икона Божьей Матери Казанская. И вот когда порой приходится убирать этот образ, на место этого образа ложится другой, люди спрашивают, а где же Казанская? Сейчас храм является вместилищем нескольких святынь, когда люди приходят и поклоняются им с открытым сердцем, с радостью. Это, конечно, наша икона Покрова. Главная икона храма. Икона, написанная на рубеже 17-18 веков стилистически, по живописи можно об этом сказать. Икона, которая украшена чеканным окладом и драгоценными или полудрагоценными камнями приношением прихожан. Икона, у которой по воскресным дням, когда это возможно, совершаются акафисты Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, празднику Ея Покрова. Икона, к которой приходят многие, которые приносят часто и драгоценные предметы, приношение знаменной благодарности Божией Матери за ее чудесное заступление, за ее чудесный Покров. Конечно, это замечательная выносная икона Покрова, которая сейчас лежит на центральном аналои в храме, которая обычно выносится на сам праздник Покрова для поклонения на службу, для того, чтобы каждый мог приложиться к этой иконе. Конечно, замечательной святыней нашего храма является и мощевик с мощами Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Причем находится этот мощевик среди других мощей угодников Божьих, знаменитых и в земле российской и вообще в христианской церкви. Это Иосаф Белгородский, Дмитрофан Воронежский, там в России Оптинский и многие-многие другие. Всегда, когда храм открыт, можно прийти и приложиться к этому мощевику и поблагодарить святых за их чудесное заступление и молитвы перед Господом. Икона Николая Чудотворца, которая знаменит собой предел святителя Николая, находится справа от нее, тоже старинная икона, очень почитаемая нашими прихожанами. Акафист святителю и чудотворцу Николаю, архиепископа Мир Ликийских у его святых мощей, служится каждый четверг вечером. Церковь, покрова Пресвятой Богородицы, один из соборов Российского православного университета святого Иоанна Богослова, ректором которого является настоятель этого храма, игумен Петр Иеремеев. Доброй традицией стало то, что 7 июля, ковсеночной, накануне памяти святых, в храм переносится ковчег, с мощами святых покровителей семьи, благоверных Петра и Февронии, чудотворцев муромских. Ковчег пребывает в храме до 15 сентября. Покровская Стрешнева всегда как-то считалась местом и удачного венчания. Одна из русских цариц из рода Стрешневых была взята из этой усадьбы. Лев Толстой с Софьей Андреевной познакомились тоже здесь, на дачах, в усадьбе покрова Стрешнева. Вот теперь Господь сподобил Стрешневский храм посещением вот этих святых мощей. Люди приходят, заказывают молебны, либо сами читают тихо Акафисты, либо читают Акафисты, организованно со священником, но мощи святых Петра и Февронии никогда не пребывают без внимания. Также мы совершаем освящение вот источника, который некогда окормлялся храмом Покрова в Покровском Стрешневе. Было это до революции. Источник, который находится в парке Покрова Стрешнева, ближе к реке Химке, где-то в километре от нашего храма. Источник очень известный тем, кто живет в этом районе, потому что каждый ходит туда набирать замечательную чистую воду. Источник Царевна Лебедь. Раньше он назывался Источник Елисавета, потому что чудесные его целебные свойства были обнаружены ею, она омывала в нем ноги, пораженные трофической язвой, и получила исцеление. В праздник Крещения Господня и в храмовый праздник Покрова Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы духовенства, прихожане совершают крестный ход на источник. И в прошлом году в наш престольный праздник этот крестный ход возглавил Владыка Марк. Богослужения в нашем храме совершаются не каждый день в силу того, что совершают богослужения двое священников и один диакон. Но большинство дней недели у нас служатся божественные литургии. В воскресный день совершаются две божественные литургии. Ранние – в семь часов и поздние – в девять часов тридцать минут. Между ними совершается в восемь тридцать молебное пение с водосвятием и заупокоенное лития. До храма добраться очень просто. Либо нужно доехать до метро «Щукинская» и пройти пешком десять минут. До Волоколамского шоссе, буквально напротив вас, через шоссе вы увидите за красной кирпичной оградой усадьбы Покрова-Стрешнева, высоко поднимающийся шпиль, увенчанный крестом. Это и есть храм Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы в Покровском Стрешневе. Адрес его – Волоколамское шоссе 52. Также можно доехать до метро «Сокол» и, выйдя в сторону улицы Балтийский и Усиевича, сесть на любой из трех троллейбусов. Это троллейбус номер 12, 70 и 82. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова